Исследователи, верящие в личностного Творца, а многие верят, благодарят Создателя за то, что Земля находится в одном из самых темных улаков Вселенной. Они благодарят Бога за темную Луну, темные планетарные скопления, темные туманности, скопления темных галактик. Мы также можем быть благодарны за темную материю и энергию, которые также делают жизнь возможной. Мало того, что количество и расположение различных видов темных веществ – это именно то, что нужно для развитой жизни. Но из-за темного космического положения Земли, огни Вселенной не ослепляют нас и не ограничивают наш обзор. Астрономы могут увидеть практически все чудеса неба, включая всю космическую историю. Такая видимость возможна, потому что Земля находится в очень темном месте. На самом деле, Солнечная система Земли находится в самой темной части обитаемой зоны галактики Млечный Путь. А Млечный Путь находится в самой темной, пригодной для жизни области своего галактического скопления. Оптимальное соотношение космической тьмы и положения Земли в темной Вселенной, которая не приносит в жертву ни материальных потребностей людей, ни их способности получать знания о Вселенной, отражает искусственную инженерию на уровне, который далеко превосходит человеческие возможности и даже наше воображение. Это свидетельствует о сверхъестественном, сверхразумном, сверхмогущественном и полностью осознанном Творце Вселенной. Очевидно, что кто-то хотел, чтобы люди существовали и развивались. Также ясно, что кто-то хотел, чтобы мы увидели все, что он сделал во Вселенной. Его цели, ради которых он допустил человеческое существование, должны быть весьма важными. Изучая Вселенную во всех ее подробностях, а Творец, по-видимому, позаботился о том, чтобы мы могли это сделать, мы начали открывать и понимать некоторые из его целей. И этот поиск продолжается. Разумеется, одной из таких целей является познание его Сына Иисуса Христа.